Дорогие друзья, позвольте от всей души поздравить вас. Слова нашего нацлидера всегда сопряжены с делами. Не успели только обняться и подружиться лидеры Африки с нашей РФ, как в деревне Паречи Болговского района Тверской области, был заложен первый камень в строительство прекрасной афродеревни. Да-да, там будут жить африканцы, не просто африканцы, а африканеры, то есть буры. И знаете, первые мои реакции на эту новость, друзья, были вскрики ненависти, скрежетание зубами и мысли о том, что предсказания Отрока и Вячеслава сбываются, о том, что будет здесь африканская орда и с ними еще предстоит это и все такое прочее. Но африканеры это потомки буров, преимущественно люди белые или породнившиеся с темнокожими африканцами, коренными африканцами. И поэтому вопрос на самом деле двоякий. Здравствуйте, друзья, с вами снова я, Захарыч. И прежде всего позволю себе поздравить Александра Павловича Алексеева, создателя этой прекрасной часовни с днем рождения. Многое лето, многое лето, многое лето, многое лето. Можно было бы еще спеть happy birthday to you, но мы будем нашими русскими. И поздравлять будем по-русски. Что ж, и знаете, дорогие друзья, на самом деле вот эта история с африканерами планируется построить не менее 30 афродеревень и поселить в них не менее 3000 африканеров. И эта история показывает, насколько важна Родина. Понимаете, вот сейчас и в последние годы и десятилетия из России уезжала, бежала, спасалась множество людей. И да, я прекрасно понимаю тех, кто убегал и спасался, ну, просто именно ради спасения. Как это произошло, к примеру, с писателем Дмитрием Глуховским, которого вчера осудили на 8 лет заочно, где-то он там за границей, автор книги «Метро» и каких-то других еще книг. Простите, не читал. Вот, ну, плохо, что вот так вот много людей вынуждены уехать, и все тяжело и плохо. И можно было бы сказать одним словом, это на замена. Но тут, знаете, кстати, давайте вспомним поволжских немцев. Давайте вспомним, не один раз отдельные этнические группы из разных стран приезжали в Россию и здесь укоренялись. Некоторые навсегда, некоторые на какое-то время. Значительная часть поволжских немцев, к слову, ну, ладно, не будем об этом, но... В общем, эта штука интересная, и 3000 африканеров. А это люди нам чужие. И они преимущественно белые. Это значит, что далеко не все белые. И где 3000, там и 30 тысяч. Страна у нас стремительно вымирает. И, знаете, вот честно вам скажу, конечно, тут демократии и не пахнет. И в то время, как наблюдается невероятная, огромная, оглушающая смертность, к нам сюда переселяют других людей. И все-таки словечко это на замену-то имеет право быть. Ужасная, поганая история. Почему поганая? Потому что с людьми не посоветовались, людей не спросили. Потому что самих людей, бывает, ставят в поганые условия. А иностранцам у нас добро пожаловать и красные коверы. Я был в Тверской области, и не единожды был. Прекрасные места, и она прям вымирает. Также вымирают и практически все области сельские России. И вот африканеры, которые пожили в Южной Африке, и в итоге теперь понимают, что лучше оттуда уезжать. Потому что, как бы, там все становится, положение дела похуже и похуже. Африканеры едут жить сюда, к нам. Да, они будут заниматься фермерским хозяйством и все такое. А почему наши люди лишены какой-то возможности заниматься этим сельским хозяйством, уходить из городов в селы, в леса и жить так? Почему? Ну что ж, надеюсь, африканеры покажут нам хороший пример. Я же призываю всех, кто уехал, подумать о возвращении. Все равно, это Родина наша, Родина одна у каждого из нас. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Описание подскажет, как поддержать мою деятельность. А главное, в описании номер телефона Александра Павловича Алексеева. И сегодня у него день рождения. И прошу вас от всей души поддержите, пожалуйста, часовню. Она нуждается в вашей неустанной поддержке, дорогие друзья. Напоследок добавлю на интереснейшую деталь. Не деталь, это важнейшая вещь. Александр Павлович обратил мое и не только мое внимание и не раз обращал. Знаете, как сейчас называется тот самый прекрасный тринадцатикупольный, разнокупольный храм Василия Блаженного? Покровский собор, собор Покрова Пресвятой Богородицы. Но на самом деле это собор Святой Троицы. И таким он был до прихода большевиков и Троицы. Троица, безусловно, это главный знак христианства, знак, что значит знак, главный символ христианства. Это не просто символ, это формула всего христианства. При всем при этом, безусловно, верующие люди молятся при Святой Богородице и чтут ее, и любят. Но Троица это и есть формула Бога. Здесь вот даже крапива цветела. Вот эти вот, видите. Здесь даже крапива цветела. У храма, можете сказать, ускориться. Вот, почти что крапива зацвела. Но, дорогие друзья, это не крапива. Жаль, у меня нет обоняния. Это что-то вроде мяты, по-моему. Напишите в комментариях, что это, дорогие друзья. Решите наш извечный спор. Доброго дня. Александр Павлович.